Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Что-то давно у меня не было. Я даже, мне кажется, успел по вам соскочиться. Как ваши дела? Что нового? Пишите внизу в комментариях. Так, сегодняшнее видео у нас будет посвящено или тема всем вопросам, которые связаны с цифрами. То есть я вроде все прошурстил и вроде что-то здесь выбрал. Потому что очень многие пишут какие-то свои лайфхаки, которые, к сожалению, не подходят. И попробуем их разобрать. Ладно, как я говорю, давайте еще раз вспомним наши правила. Для начала вам нужно очень внимательно прочитать вопрос. Очень-очень внимательно. Далее, прочитайте внимательно варианты ответа. Если есть картинка, ее надо просмотреть. Но в данном случае ее не будет. Потому что у нас будут, ну, вот такие с цифрами. Ученики их особенно не любят. Потому что много надо читать. А без картинки им кажется, что билет не билетом. Ладно, поехали. Минимальной величиной необходимой дистанции при движении по сухой дороге на легковом автомобиле принято считать расстояние, которое автомобиль проедет не менее чем за. Вот смотрите. Здесь вопросы должны вот это понять. Потому что есть какой-то похожий вопрос. Там 2 секунды и 1 секунда. То есть люди их очень часто путают. Вообще от чего и как здесь все складывается? Необходима дистанция. И от чего мы должны вообще гулять? От каких цифр? Для начала мы должны взять среднее время реакции. Это где-то давайте от 0,4 до 1,6. Возьмем максимальное значение. Это 1,6. Время тормозного привода у нас составляет 0,4. 1,6. 0,4 у нас получается 2 секунды. То есть это и есть ваша необходимая дистанция. 2 секунды. Выбираем. Далее. Вот эти два вопроса похожи. Я даже отдельный видеоролик делал именно по этим двум вопросам. Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет. Теперь здесь, как я говорил, среднее время реакции. То есть все зависит от каждого человека. И оно у нас идет, колеблется от 0,4 до 1,6. И что-то среднее. Вот видите, в ответах здесь говорится примерно. Примерно получается 1 секунда. Еще раз. Не путаем вот эти два. Здесь у нас дистанция 2 секунды. А время реакции у нас получается 1 секунда. Дальше поехали. Запрещается эксплуатация мототранспортных. Я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание. Мототранспортных средств категории L. Очень многие ученики вот здесь читают вот это категория L и начинают думать. Да блин, что это такое? Есть достаточная глубина рисунка протектора шин при отсутствии индикатора износа составляет не более. То есть здесь вы должны на самом деле видеть вот это слово. Мототранспортных. В категории B все очень легко. У мототранспортных это 0,8 мм, а у легковых 1,6. 2 мм у нас получается у автобуса и 1 мм у грузовых. Но в категории B этих вопросов не будет. Да и кстати, заварите себе чаечек. Он обязателен для ПТД билетика. Я себе заварил. Сейчас хлебну. Чай не пьешь откуда сила? То есть здесь еще раз внимательно смотрим. Мототранспортных 0,8 мм. Убираем. Далее. Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемой ТС при буксировке на жесткой сцепке? То есть смотрите, у нас бывает жесткая сцепка, бывает гибкая сцепка. Что такое жесткая сцепка? Обычно ее используют грузовые автомобили. Это обычно какой-то кусок трубы, приваренный к нему, проушенный. Ну, еще раз, кусок трубы и то 4 метра, это очень большое. То есть не более 4 метров. Обычно он составляет не более 2 метров, если так брать. Еще раз, жесткая сцепка это не более 4 метров, гибкая от 4 до 6. В данном случае у нас имеется в виду жесткая. Выбираем первый вариант ответа. Сейчас еще чайчик отхлебнем. При каком максимальном значении суммарного люфта в любом управлении допускается эксплуатация легкового автомобиля? Вот смотрите, на самом деле люфта уже скорее всего не существует в современных автомобилях. Люфт был у шестерок, у пятерок, у семерок. Это вот где, как вам по-простому это объяснить, именно для женского пола или для парней, которые не понимают устройство автомобиля. Это свободный ход руля, при котором нет сцепления вашей рулевой рейки, как это полегче сказать, с колесами. То есть вы поворачиваете руль, а ваши колеса никак не отзываются или не поворачиваются. То есть сейчас у нас гидравлика, электроруль и в принципе этого всего нет. Проще говоря, наверное легче, чтобы вы запомнили 10 градусов другого, а вообще у нас не существует здесь на самом деле ответа. То есть есть специальное устройство, люфтометр, оно прикрепляется к вашему лобовому стеклу, там есть шкала и как-то там измеряется. Ну не знаю, может быть вам это вообще не нужно. Здесь вкратце, выбираем и все. Далее, господа алкоголики, которые любят у нас принимать наркотические, то есть не наркотические, а какие-то алкогольные вещества. Это специально для вас. Установленный факт употребления водителем, вызывающий алкогольное опьянение веществ, определяется наличием в его организме абсолютного этилового спирта в концентрации превышающей. То есть, проще говоря, по нашему, по колхозному, по простому, какой миллиграмм вообще разрешается? Промилля, проще говоря. Вообще и для чего она есть? Это погрешность самого аппарата дается. Или же некоторые лекарства могут вызывать вот это и из-за этого вам это придумали. То есть здесь правильный ответ 0,16 миллиграмм на 1 литр выдыхаемого воздуха. Некоторые говорят, что можно выпить квас и он покажет 0,16 миллиграмм или кефир они выпили. Ну вот это всякие отмястки. Конечно же, это сказки про серого бычка. Ничего это не даст 0,16 миллиграмм на 1 литр выдыхаемого воздуха. То есть это просто лапша. Дорогие люди, не пейте и все будет очень легко. И здесь бы хотел обратить ваше внимание, если вас лишили водительского удостоверения. Вот то есть вы были у нас пьяные, все было запрокаталировано. Как вообще пересдается? Для начала вы должны оплатить штраф, который вам вынесут. Потом вы должны пересдать теорию, сделать медсправку и вам отдадут ваше водительское удостоверение. То есть вождение не нужно сдавать. И ваш срок будет идти только с того момента, когда вы сдадите свое водительское удостоверение. Некоторые просто с ним ездят и думают, что все, тип-топ, их не знают, насколько их лишили. Срок идет. Ладно, дальше поехали. Какое расстояние проедет АТС за время, равное средней времени реакции? То есть среднее время реакции мы с вами уже разобрали. Это 1 секунда. Водителя при скорости движения около 90 км в час. То есть на скорости 90 км в час за 1 секунду, то есть это среднее время реакции, водитель у нас проедет плюс-минус 25 метров. Я не знаю, зачем это водителю. То есть что-то вам сложненькое придумают. Ну, здесь примерно 25 метров. Дальше поехали. Запрещается эксплуатация легкового автомобиля. Если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне. Очень много ошибок здесь делают ученики, потому что в одном варианте ответа у нас получается 16%, в другом 23%. Для начала давайте разберемся, что такое стояночная тормозная система. По-нашему, по-постому, по-колхозному. Это называется ручник. Он находится между двумя передними сидениями обычно. Если у вас не какой-то там, не знаю, интересненький автомобиль. И он специально для этого придуман, то есть для уклона. А не для того, чтобы дрифтить. Далее, здесь у вас говорится в снаряженном состоянии. Что такое снаряженное состояние? То есть у автомобиля есть полная нагрузка. Плюс-минус, я обычно ученикам это так объясняю. Давайте просто, грубо говоря, возьмем одну тонну. То есть при полной загрузке он не должен весить более одной тонны. Но здесь у нас снаряженное состояние. То есть загруженность автомобиля где-то на процентов 80%. Он стоит на уклоне до 23% включительно. Вы дернули ручник и ваш автомобиль никуда не должен дергаться. То есть здесь главное слово, по которому вы должны ориентироваться, это снаряженное состояние. При снаряженном это 23%. Так, далее. На каком наименьшем расстоянии до ближайшего рельса вы должны остановиться? От рельса 10 метров, от шлагбаума 5 метров. Здесь сразу проехали. Далее. Вот как я вам здесь и говорил. Запрещается эксплуатация легкового автомобиля. Не надо смотреть категорию M. То есть здесь у нас про протектор. Говорится, легковой у нас получается 1,6. Еще раз давайте вернемся. Я хочу, чтобы вы сравнили. Нет, чуть-чуть сюда. Может сюда. Да, вот смотрите. То есть здесь у нас мототранспортных получается 0,8 миллиметров. Вот он у нас. А легковой получается 1,6. То есть не путайте их тоже. Далее. Вот здесь еще раз давайте сравним. Тоже хочу, чтобы вы сравнили. В снаряженном состоянии у нас получается 23. А при какой неисправности тормозной системе запрещается эксплуатация транспортного средства? Теперь смотрите. К сожалению, я не выделил этот вопрос. То есть если ваша стояночная торговая система не обеспечивает неподвижное состояние ТС с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно. То есть когда у нас полная нагрузка, это получается ваш автомобиль загружен на 100%. Он стоит на уклоне до 16% включительно. Вы делили ваш ученик и он не должен типа никуда скатываться. Как-то вот так. Я надеюсь, мой билетик, разбор чем-то вам поможет. Если хотите разбор каких-то других билетов или тем именно, напишите внизу, здесь в комментариях. Помогу как могу. Далее, если вам понравился разбор, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Это очень важно для развития канала. На сегодня все. Всем хорошего вечера.